Проект реализуется на средства гранта, предоставленного Департаментом Общественных и Внешних Связей ХМАО ЮГРЫ. Что для вас значит мама? Мама – это булочки утром в воскресенье. Это любимые сказки перед сном. Мама всегда ждет и любит. Мама дала нам жизнь. Авторадио «Сургут» представляет проект «Мама». Героиня сегодняшнего выпуска программы «Мама» – Розалия Бакиева. Если честно, сложно сказать, в качестве кого Розалию знают больше. Девушка входит в состав национально-культурной автономии «Татар» города Сургута. Там же работает редактором. Кроме того, Розалия – одна из самых известных блогеров ЮГРЫ. Среди ее подписчиков несколько десятков тысяч девушек не только Севера, но и других регионов страны. А еще больше десяти лет Розалия солирует в ансамбле народной песни и танца «Сандугач» – неизменном участнике городских праздников «Сабанту» и «Соцветия», «День города» и других. На одном из таких праздников Розалия познакомилась и со своим супругом Ильгизом. Слушай, вот я тебя знаю, Розалью, в первую очередь, наверное, как блогера. Ну, не только я, скорее всего, и часть наших зрителей сегодня. Но, насколько я знаю, блогерской темой твоя жизнь вообще никак не заканчивается. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и насколько ты считаешь себя блогером? Вообще, понятие блогера, оно появилось относительно недавно, такое модное слово. Вот, да, недавнего времени я вообще не очень не любила, когда меня так называли. Думала, что непонятное. Вообще, в первую очередь, я считаю себя таким, как сказать, проводником, наверное, в мире татар в нашем городе. Потому что я член национально-культурной автономии татар, солистка татарского ансамбля 2007 года, главный редактор газеты «Татарар». И у меня появился блог. Большая часть моей аудитории – это приезжие люди, мамочки, молодые девушки, женщины с башки, с татарии. И они узнают о всех татарских мероприятиях, проводимых в нашем городе через меня. То есть ты некий по-настоящему культурный проводник в мир местной татарской диаспоры. Да, да. Если я правильно понимаю, вот вся эта деятельность занимает, ну, наверное, бездну времени. А как к этому относится твой муж, Ильгиз? Я думаю, что занимаясь общественной деятельностью и параллельно быть мамой с женой, невозможно без поддержки второй половинки. Ну, конечно, меня поддерживает, тем более мы с ним познакомились на Сабантуне. Я была в национальном костюме, он знал, на что он шел. И с телефоном в руке или нет еще? Нет, на тот момент телефона не было. Блог у меня появился после появления ребенка. Вот, я вышла в декретный отпуск, так как у меня до декрета всегда была насыщенная жизнь общественная. В выходные я очень редко проводила дома, и тут я оказываюсь с ребенком 24 на 7, с маленьким, с новым членом нашей семьи, дома в квартире, и было тяжело в первое время. Поэтому я себе нашла выход, это вот мой блог. А о чем твой блог? Кто твои подписчики? Блог у меня, наверное, в основном мамские, обычные девушки, женщины, маме, супруге, татарке. Подписчики у меня в основном это девушки, такие же, как и я, из Башкирии, из Татарии. Мне кажется, они видят во мне какую-то вот частичку своей родины, может быть, не знаю. Но очень сложно же писать только на национальные темы, наверняка ты и другие еще обсуждаешь. Нет, нет, конечно, национальные темы, это буквально там процентов 10-15, наверное. А остальное это уход за собой, мамство, отношения, готовка. В общем, все, чем живет современная мама. Да. А как к этому относится муж? Вот просто посмотрите, если блоги и наших сургутских девушек, которые очень активно вклинивают, внедряют туда и своего супруга, можно понять, что некоторые из ребят, ну, немного раздражаются. Особенно, когда он поутру в нижнем белье чистит зубы ванной, и тут крадется его супруга с телефоном. Ну, ты так делаешь? Ну, в ванну я не крадусь, но, конечно. У нас, кстати, есть вот такая фишка, мы с ним часто готовим в прямом эфире вместе. Вот, это одна... Ну, то есть он готовит, ты помогаешь? Ну, да. Одна из самых любимых, наверное, рубрик моего блога. И вообще, я заметила, что когда в кадре появляется мой супруг, эти сторис намного больше по охвату. Я не рада. С Розалией мы готовили кастыбы с картошкой. Это простое и вкусное блюдо татарской кухни. Для приготовления понадобится пресное тесто тугой консистенции, картофель, репчатый лук, сливочное масло. Приготовьте картофельное пюре, добавьте туда масло и воду или молоко. Также нужно мелко порезать и обжарить лук, он тоже пойдет в пюре. Тесто Розалия подготовила заранее, на нем останавливаться не буду. Но скажу, что должно быть оно обязательно тугим и пресным. Формируем из теста колбаску и нарезаем ее на ровные кусочки. Кусочки затем раскатываем до состояния блинчика и обжариваем с обеих сторон на сковороде. Далее нужно обязательно щедро смазать получившиеся блинчики растопленным сливочным маслом. Только потом уложить начинку на одну из половин и накрыть второй. Я знаю, что у татар очень сильны внутренние семейные традиции. Что вот ты такое запомнила из своего детства, что с огромным удовольствием, готовностью привнесла в свою семейную жизнь и хочешь, чтобы это шло дальше? Так как я выросла в деревне, 16 лет моей жизни прошли там. Детство, конечно, мое чуть отличалось, например, от детства моего ребенка. А что запомнилось мне? Я очень много времени проводила с бабушкой своей любимой. И каждый год, каждое лето все ее дети, внуки собирались у нее. Мы делали там такую генеральную уборку дома, во дворе. А потом все это заканчивали. Бабушка молодец! Да, застольем, чаепитием. Сейчас у нас такая традиция, что каждое лето уже мы со своими детьми все собираемся там в Башкирии, видимся с двоюродными, с двоюродными нашими братьями и сестрами. Есть что-то, что для тебя особенно ценно, и ты бы очень хотела передать это дальше своим потомкам, чтобы это передавалось из поколения в поколение? Я думаю, это, во-первых, сохранение нашего родного языка. Я очень хочу, чтобы мои дети знали наш родной язык, чтобы они слушали нашу татарскую музыку и ни в коем случае этого не стеснялись. Я очень, на самом деле, люблю свою национальность, наши обычаи, наши национальные блюда, нашу музыку, вообще всю нашу культуру. Наверное, именно поэтому я вот попала здесь, в Сургуте, именно в автономию татар, за что я очень ей благодарна, потому что они приняли меня, нашли мне там место свое. Я раскрылась благодаря им в том числе. Вот. И хочу, чтобы мои дети тоже этим занимались в будущем. Спасибо. Спасибо.